Небывалое санкционное давление оказало влияние на экономику Хабаровска, но не выбило город из колеи. Об этом заявил во время пресс-конференции мэр Краевого центра Сергей Кравчук. Муниципальные предприятия переходят на отечественное оборудование. Местные производители находят альтернативу импортному сырью. Экономика города заканчивает 2022 год успешно. Мы приросли по налоговой базе. То есть порядка 4,5% мы собрали налогов больше на декабрь месяц по отношению к показателю 2021 года. Уровень безработицы в Хабаровске составил 0,29%. Это самые низкие показатели по стране. В городе строятся новые жилые кварталы, дороги и другие инфраструктурные объекты. Тепломагистраль ТМ-35 обеспечит теплом порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья. В 2022 году в Краевом центре приступили к строительству еще двух школ. На Демьяна Бедного и в микрорайоне Строитель. Началось возведение нового детского сада на 190 мест. В районе улицы Запарина и Амурского бульвара. Благодаря участию губернатора края продолжается программа расселения бараков, которые были признаны аварийными до 2017 года. Мы бы действительно к нему приступили в самую последнюю очередь, потому что перспективы застройки на месте сегодняшних аварийных и ветхих жилых домов нет. Там санитарная зона, там строится ничего не будет, кроме офисов, если кто захочет. Поэтому Михаил Владимирович обратился и правительство Российской Федерации выделило нам деньги. Мэр отметил, что в 2023 году в Хабаровске завершится реконструкция Тургеневской лестницы. Сейчас на объекте закончены демонтажные работы. В следующем году на этом месте появится безопасный и благоустроенный спуск к Амурскому бульвару. Получился очень хороший, прекраснейший проект, который будет реализован. И мы сдадим эту лестницу в 2023 году, в июле месяце. Там будет учтено все. И для удобства маломобильных групп, и для места отдыха, и такие мини-арт-площадочки. Это будет действительно украшение города Хабаровска. Каждый год в Хабаровске благоустраивают пять скверов. Общественные территории, которые нуждаются в переменах, выбирают с помощью голосования сами жители. Но за обновленными парками и скверами требуется уход. По поручению мэра этим будет заниматься отдельная структура. Я принял такое решение, дал поручение, чтобы мне представили структуру, проект структуры, которая будет заниматься содержанием, эксплуатацией, ремонтов, ремонта парков. А где-то и проектированием, чтобы это было все в одних руках. Ты спроектировал, ты и эксплуатируй. Проект по капитальному преображению городских прудов тоже будут рассматривать в следующем году. Хабаровчане смогут внести свои предложения в благоустройство этой территории. Наталья Чернышева, Анастасия Незнанова, Николай Трухин. Смотри Хабаровск.